Крыши-ка свет. Да, дождался. Я два дня почти не капал, чтобы у меня глаз был свежий. Думаю, не придет. Взял только что закапал. Я же не боюсь реакции. Ну смотри, что Володя принес. Ну-ка, выкладывай сам. Как четверг. Наш брат Владимир занимается выпечкой хлеба. Спрашивает, рецепт какой. Сейчас вот произнеси, какой лепешки ты делаешь? Ну обычный рецепт. Заводится тесто. Какого сорта мука? А я не знаю, какая она у нас. Высшая вроде. Так, и потом? Ну можно из любой же делать. Какой пропорции? Соли, там чего добавляешь? Соды. Все спрашивает, как лепешки делают? Я уже рецепт отдавал этот, когда мы хлеб стряпали. В самые первые два ролика там все объясняется. Что на литр воды, ложка соли, без горки. Ложка сахара. Сахар для того, чтобы дрожжи питались. Да. Там пакетик, у нас обычно пакетик 11 грамм, а то на литр уходит. Один пакетик. А растительное масло, я же, возьми лепешку-то, покажи. Растительное масло потом уже, когда в тесто, в это... Вот так. Какой размер его тут? Я сейчас скажу сколько. 22 сантиметра в диаметре. Ну и толщина, а у ней больше сантиметра, наверное. Растительное масло я добавляю, уже этот вот поджог. Не досмотрел. А масло когда добавляешь? В какой момент? В опару. Ага. В опару уже. То есть ты дрожжи туда добавляешь? Ну конечно. Без дрожжей-то как она поднимется? Ага. Она, видишь, у меня, эта беременная, и та беременная. Две. Роддом тут устроили. Да и что-то ей неизвестно, еще черная там. Ой. Все. Она голубоглазая. Ну все, развайся. Проходи там. Володя, дай там валенки. А я все уже. Она уже обулась. А, там вот только на грязную не наступать. Все. На палатку на эту. Я обулась. Что-то на сзади-то написано где-то на спине. А это что-то написали-то где-то. Там надпись-то на самом низу написано. А она не переводится, это набор букв. Набор букв. Ну ладно. Что нужно? Хирург. Как хирург. Ничего не надо. Вот, белую бумагу возьми, оботри. Не-не-не-не. Возьми бумажку, оботри. Хирурги не обтирают. Рыки как поднимут, а так вот стоят. Ну ладно, давай. Вот они у меня. Ой, испугалась Паля. Все, пошла прятаться. Оп. Куда не знает. Она голос услыхала только. А этот сейчас под полом был. Это под полом там. И оттуда вылазить из-под тряпки. А эта караулит она. Раз его по носу лап. Он спрятался. Минут пять не было. Потихоньку ползет. Она опять подскочила еще раз его по носу. Они над ним, над одним мужиком издеваются тут. Вот они беременны, а он. Ну, проходи, Елена. Все. Слава Господу. Ну, что, пришла. По славу Божьей на этом. Все. Володя. Будь маленькой. Что она мне будет делать? Врач. Что, ложится что ли? Да. Так, а тебе нужно, нет это? Как это все? Нет. И спробовала? Хуже не будет? Нет. Как говорят, ведут на расстрел двоих. Один говорит, побежим. И говорит, а хуже не будет? Точно, да. Я сейчас материалы такие высадил. Тебе туда накидал. Видишь, у меня на экране еще стоит. Да. Это у вас в моем мире же есть? Есть. 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 Теперь сразу этот Георгий Максимов. Он на меня напал. Его спросили. Он меня начал там. А у него закрыли этот канал. А сейчас Вячеслав ему отсылает. Дескать, вы говорите, а не знаете. Надо ваш паспорт с вашим лицом. Он сказал, сказал паспорт сейчас. Давай пока. Хорошо. Делаешь что? Сейчас я паспорт достану. И сделай несколько фотографий. И меня сразу скинешь. А Володя снимет на наш. Хорошо. А, ну да, у вас это будет. Там, которые... Ты посчитаешь, что там есть. Про тебя, про меня пишут. Под моего имени ВКонтакте. Фамилия моя. Фотография. А пишут. Ни одного слова нету правильного. Просто сидит и фантазиями занимается. Как мы где-то были с тобой. Медведь там чуть не напал. Я его ударил. А ты его корягой. Медведи. Они из нас героев делают. И, ну, конечно, всякое-всякое там. Ну и, конечно, они без женского рода что-то подпутали. Галя там была где, Загуляева. И, ну, ну, то есть не годно. И Вячеслав говорит, заняться этим надо. Вплоть до того, до прокуратуры дойти, чтобы прихлопнули от. Ну, я так не знаю, да еще сказать. У меня один сижу здесь и дальше полдня улыбался, сидел. Что они пишут-то вообще? Она, видимо, тренируется, молодой писатель. Так, это я вытащил. У меня пустая, Володя. Видишь? Угу. Так. Я его положил. Ты подожди-ка. Восемь раз в день. А? Восемь раз в день. Восемь раз в день? Да. Да как это-то-то. Говорил же два раза. Так это же, я же говорю, безвредное. Ну, ты же говорила, что у вас только два раза было. Только это у меня. Ну, нет. Давай-ка. Хитрый какой, а? Смотри, как приготовился к прыжку белый. Заметил. На кого? Что-то там не то. А он злой такой? Да нет, почему злой? Ну, вау, на меня. Давай-ка сначала сфотографируем, пока я с глазами. Давайте. Так, нужно делать как-то так. Смотри. Володя, я тебе там под аппарат вон тот, вон, возьми. Как-то она сама потом снимет. Значит так, смотри. Это я. И нужно, чтобы у меня было видно, и паспорт был большой. Как вот так вот выглядели. А не надо, Маренька, впереди его. Нет, нет. Ну, давай. Так. Все. Вот так? Да, вот так вот. А что наклоним? Почему? Чтобы свет падал. Так втяни. Вот так вот. Держите крепко. Да я маленько наклоню вот так вот сюда лучше. Отойду вот так, чтобы вот выкликнул. О, руки-то мертвые. Легушатина. Так. Вот так все просто. Ближе к лицу. Нет, вы стойте, замрите. А можно маленько вперед, чтобы она побольше размером была? Хорошо, 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 только вот так вот. Вот сейчас еще вперед. А я, чтобы сравнить, как, чтобы она... Хорошо. Я знаю, как это делается. Смотреть прямо туда? Сейчас, подождите. Фокус. Смотреть, куда должен. На меня. Освещение плохое и... Делай дублю, чтобы легче было выбирать. Нет вообще. Что, получилось еще, нет? Ну, нормально, да? Или не надо, значит? Еще. Надо, чтобы так вот голову, да? Чтобы свет падал на лицо. Нет, они у меня не фокусируются тогда. Вот так вот. Сейчас. Ну, маленько подальше делай, чтобы края были пространственные. На улице бы здесь свет очень плохой и... На улице. Ну, все, пойти на улицу? Ну, пошли. Так. Ну, потом тогда. Я под аппарат свой возьму. Потом, говорит, она, говорит. Потом. Тогда потом, нет. Ну, так-то все читается. Все читается, все. Ну, так еще надо так. Ну, размыто-то. Ну, пойдет. Все. Пойдет, да. Все, пойдем. Теперь вот это вот. Ты знаешь, как сделать? Так. Посмотри, вот это вот я снимаю. Вот это должна быть открыта. Вот это все. Больше ничего не надо делать. Наводи только фокус этот. Аракурс. Фокус? Да. И несколько фотографий сделаешь. Подожди-ка. Сюда? Угу. Поближе к себе. Вы не отворачивайтесь? Нет, я хочу, чтобы подальше, чтобы она больше размером была. Я поняла. И на сверху. Близко не надо. Сильно нажимай, чтобы сверху стеркнуло. Все, нажимай. У него, может, батарейки садятся. Только насколько четко я... А как у него этот фокус? Там сбоку, да. Хорош? Надо просмотреть. А что? Сейчас ничего не надо. Размыто может быть? Ну, все равно там. Нет, не размыто не будет, потому что включеный этот был. Мигалка. А так, знаешь, как Шарикова фотографировали, как он вздрогнет. Черткость. Ну ладно, посмотрим. Так. Ну и ладно, давай. Может, мне промыть глаз-то от меда-то? Ну, промой, да. Сейчас. Сейчас, пока что-нибудь там, Володя, рассуждай. А как зовут? Белый. Белый? Знаете, все по цвету называет. Да, по цвету. А та кошка голубоглазая? Голубоглазая, да. А то я ее назвал. Не знал, как назвать. Вон она сидит. Ну, красивая. Ну, злая она на меня. Нет, нет, что она злая-то? Ну, она. Он не знает, что ты меня ждешь. Просто она... Да, незнакома. У меня уже жарко стало, согрелась. Это что такое? Ноутбук? Твой ноутбук? Угу. Календарь какой-то. На ноутбук начитываешь, да? Ну да, ноутбук, ага. Я в Владимир проживаю. Так, что мы нам тут? Что за снег-то не знаю. Это вообще как глаз. А? Как глаз. Да я думаю, почему-то так же все у меня. Так же, гносильно, да, мне не собирается? Я не знаю, что у него там. Все, давай. Ложитесь. Ложусь. Подожди-ка. Как называю лекарство-то какое? Так, это протереть может глаз-то надо еще? У меня вот это, которое я дала, я им пользуюсь. Угу. По одной. Я смотрю, что вы чем-то другим еще пользуетесь. То, что я не рекомендовала. Давайте я достану. Где-то тут. Я достану. Ну-ка. Ага, это не то. Все, все выкинули. Эти выкинуть. Ага, он еще их собирает. Вот что значит астетизм. Собирает. Вы нарушаете все предписания врача. Я вам сказала выбрасывать, а вы их собираете. Я выбрасываю, я только сейчас здесь, за базу. Или вы их собираете, а потом выбрасываете? Да, сжигаем. Ну, ладно. Поверим вам. Никак нельзя не верить. Так, туда немножко голову. Я сюда закапаю? Сюда одну. Зачем сюда? Вот левый глаз. Нет, обязательно в два глаза. Обязательно. Я же вам уже говорила, здесь нет противопоказаний. Давай на один попробуем. Нет, нельзя на один. Надо два. Сделай на один, пожалуйста. Что случится, у меня даже глянуть нечем будет. Будет, ничего не случится. Мы не знаем, какая реакция будет. Послушайте. Да это для младенцев капает. Да, ну сделай, маленький. Ну ладно. Потому что мой организм совсем по-другому реагирует. Я просто хотела сюда накапать, вы повернетесь и... Другой раз, когда вот это делать буду, буду знать. Ладно. Ладно, все, так, сюда бывает. Мне врачи делали операцию на этом, сделали, они удивились. Говорят, у вас совершенно не так позвоночник сделан. Совершенно. Там два, говорит, идет канал. У вас в один канал все дым. Почему у вас такая реакция, говорит, на все. Профессор Довженко. Так вы, для опытов вас надо изучать. Сколько капель-то будет? Одну капель покопаю. Тихо-тихо-тихо, открывайте глаз. Так, подожди-ка, все, я сейчас туда пройду. Нет. Побожгай, она пойдет туда. Давайте, давайте. Махай этим. Покручу глазным яблоком. Только одна, надо две. Одна пока, пускай попробуем. Это недолго, мы сразу увеличим. Везде делается как. Машину же разогреваешь, потом едешь. Хорошо, хорошо. От глаз. Я знаю, вы уйдете и не будете капать. Что, я не знаю, что ли? Ну, это такого не может быть. Я-то тут, говорит, сама могу вам закапать. Вы принесли вот эту, которую. Сейчас только я это делал и сидел с повернью. Да, ладно. Уговорили. Ну, ну, это. Я вас немножко, это. Да, накапал туда и, как называют это, там полный или что-то. Ну, как? Ничего не чувствую. Ну, давай вторую, да. Давайте. Даже, говорю, тут написано, даже младенцем капают. Младенец. Отожившим все. Вот. Одна, одна, одна капелька. Ага, все, хорошо. Тут не хватит. Сколько отдала денег-то за это? Это, если вам поможет, тогда вернете. Если не поможет, я заберу у вас все эти капли. Это вы по-вьетнамски. Там так же платят. Если не помогло, не платят. Да. Давайте я сразу заплачу. Ну, не больно, такое терпимо. А для меня это терпимо. А есть, да, какие-то ощущения? Ну, маленькие. Это хорошо, что есть, потому что, если нет, то не очень. А если есть, значит, оно попало. Ну, да. Ой-ой-ой. Вправо, влево, туда, смотрите. Ты видела этот маленький? Вы видели там маленький ролик? Мы делали, как натягивали провода на березу-то. Да. Все сделали. Готорка, молодец. Так, не прикасайтесь, только слажим. Больно? Да не больно, как-то такое давление, как бы. Спасибо. Да, есть такое. Что-то такое. Я помню, помню эти ощущения. Не могу сказать, а еще такое. Это нормально, оно так и есть. А мне, может быть, закрывать у него так вот и лежать? Да, ну, нет, можете вращать. Чтобы не выпускать эту жидкость. Нет, нет, вращайте, вращайте. Жидкость. Вы вращайте и вращайте внутри века. Да, да, да. Я вот так вот делаю. Право, влево. То есть вы под веком тоже это лекарство распространяете. Вниз смотрите. Слеза пошла, слеза пошла. Давай-ка отложим, глаз не будем трогать. Я посмотрю, какая реакция будет. А то долечимся, что за руку будете водить. Не приведи до сих пор. А я хотела посмотреть одну капельку в... Это не кино смотреть. Да, не кино посмотрите. Не пойдет, а я так делаю. То есть как здоровый глаз реагирует на это лекарство? Я это хотела. Нормально, это-то я вижу. А так и не буду знать, кто стоит рядом. А что, вы не видите? Сколько пальцев? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, хорошо. Это сидит этот учитель, митульман, надо лошади-то, а другой решил подсмеяться. Подошел ему и, ну по-своему там называют его как, а он шейх или кто. А сколько ног у лошади? А он наконец сидит. Он сразу слез. Так, один, одна нога, два нога, три нога, четыре. А что ты не знал? Я вижу, что если ты нормальный человек, он не будет спрашивать, я думаю, мало ли еще. Я поэтому решил уж точно, чтобы дать. То есть он решил на Дима посмеяться, а он ему. И вот есть ролик поставили такой, какой там визирь или кто, шах. Как он, у него ходит Кадий, Кадий судья по базару везде. Подходит хлеб какой. Это свежее, все хорошее, он потихоньку поднял. У него там стол двухэтажный, а там позавчарашний хлеб. И он его как начал наказывать и так. А за ним идут эти воины, сразу полиция, арестовать. За уши прибить ему, его прибить к забору. Уши прибить. Другому там еще что-то. Ну и доложили, я скажу, жестоко полусает. Он начал там допрашивать, а он перед ними стоит, руки сложил, все. Когда сказали, можно говорить, говори. У меня вот бумага, бумага от тебя и от твоего отца, когда он был. Чтоб я поступал по правде. Я поступил по правде. Второй раз он опять продает там, где муки нету. Там даже пятым сортом не надо называть. Он называет первый сорт. Он же знает это дело. Он не понимает. А чтоб выполнить, я должен был это сделать. Он задумался и сказал, ладно тогда. То есть Кадий, а там подписи пошли внизу, комментарии. Русские. Вот нам бы такого судью Кадия, как мусульман. Там круто разбираются. Эээ, не пройдет. Вот это у меня один говорит. Я не могу ничего, я с детства такой. Тяга у меня не к женщинам, а к мужчинам. Я говорю, очень просто. Деньги есть в один конец только. Саудовская Аравия. И там заявишь, кто ты такой. Руки назад. На голову башлык. И с 25 этажа вниз. Со скоростью 9,8 метров в секунду. Больше тебе нету. Полное, 100% излечение. Там ни одного нету. Ей парада, ничего нет. Они все в аду сидят уже. Вот я говорю, так я могу посоветовать. Ну а это все. Я говорю, тогда отойди, не спрашивай. Там просто делается. А вот если случалось подобное при Есидиане, старшем, а не так. Он мужеложник. Его что делали? Не кастрировали, а отрицали орган. Дальше железом на лоб. И все сгорало до долба. Такой там садомит. И теперь в шахту. И там до поворота он только мог выкатывать эти. Тогда ему додавали. А отсюда другой меньший срок, который на свободу только. Это все было записано. И все. А как по-другому? Он жить не дает другие. Из-за него весь город погиб из садомитов. Если их много, нас Бог сожжет. И вот смотришь, когда наши законы другие, говорят, либеральные. Нет, развратные. Если все разрешает. Баньяк. Сколько детей погубило ему. Ты возьми в Саудовскую Аравию. За один аборт тебя казнят сразу. Ни одного аборта нету. Во всей стране. Так, я отборгался. Все. Все. Давай, капай. Решайте. Ура. Господин назвал меня любимой женой. Но ты рассудишься, что я делаю правильно. Мне надо узнать. Голос. У меня сестра на ухо заболела. Когда капать, что-то такое. Я говорю, так у лопнет перепонка. Ну хотя у тебя уже два уха. Два глаза. Ну все нормально. Я смотрю. В тумане так еще. Давай. В ту сторону. Ну тут одну каплю пока. На одну. В ту сторону наклонитесь. Так, подожди-ка, потекло мне. Дай-ка бы эту ляпочку-то. Там слеза пошла. Бабарнет. Она сейчас по щеке потечет. Да, да, да. Так, где у меня ляпочки. Ну это по капле, по одной капать. Это достаточно, чтобы там все смочило. Ничего не достаточно. Вначале надо две, а потом по одной. Когда полегче станет. Что сказала? Так стоп. Стоп, стоп. Убирайте палец. Неправильно опять. Я оттуда гоню сюда. Ага, я видела как вы. А что-то видел в очках сама. Вот я все вижу. Врач, стилист сначала сам говорит. Давай. Наклоняйтесь туда немножко, чтобы капля туда пошла. Одну каплю. Одну, да. А она только по одной капает. Ну этот вообще не открывается. Откройте, откройте, откройте. Больше дела ничего. Ничего не делаю. Она не попала туда. Попала, потекло. Нет, не потекло. Попала. На реснице. На реснице лежит капля. Она на реснице лежит. Попала, режет. Режет, хорошо. Хорошо. У меня глаза очень строгие. Да. Попала там от кирпичика. И врачи не могут выиграть. Это что за глаз такой? Вращайте. От меня что зависит? Вращайте глазом. Я не вижу, вы закрыли. О, это струб. Это мне больнее. Больнее? Хорошо. Потому что там у вас уже нервные окончания как бы... Атрофировались? Да. А здесь? Что-то такое можно сделать. Вот там советуют ромашку. У меня ромашки-то нет. Вот здесь ромашек растет. Ужас сколько. И мы их не берем. Так они при дороге растут. Да. Их не надо. Надо где-нибудь в поле. У Надежды Васильевны там на пологорода ромашки. Беленькие такие цветочки вот так вот. Вот там можно. В огороде. Но не при дороге. Ой, ой. Хорошо. А какое влияние имеет на меня так, что я много у компьютера провожу время? Напряжение. А то не может быть. Да, напряжение глаз. А? Напряжение глаз идет. Ну напряжение я стараюсь маленько отодвинуться. Не отодвинуться, надо упражнения делать. Я прогулки делаю, я хожу. На улицу сходи. Для глаз упражнения. Ну не знаю, мы лакомы покажите в трем. Я скажу какие упражнения. Там мышцы у вас, мышцы, которые держат глазное яблоко. Они в постоянном напряжении находятся. Им надо давать отдых. Я даю, вот лежу. Да, правильно. То есть это сон. Просто лежать, еще моргать. Быстро-быстро моргать. Быстро моргаю. Да. Вот посидели, быстро-быстро моргать. Еще смотреть. Все. Да, все, вставайте. За каждый вызов врача сколько платить? Нисколько. Это мне надо вам доплачивать. Главное, я не вызывал. Так это еще дороже. Это да. Это как сказать? Значит, теперь что это лекарство делает мне? Вирус. Это противовирусный препарат. Она вирусы убивает? Да. Убивает вирус. То есть мы с вами прокапали антибактериальный? Да. То есть вам не помогло? Не помогло. Либо мы мало капали, бактерия не убилась. Либо там вирус. Вот мы сейчас антивирусный капаем. То есть если там есть вирус, он должен убиться. Но капать надо больше раз. Шесть лет я уже это, глаз. Шесть лет. Шесть лет, да. Это не игрушка. Не игрушка. Там уже видно все отмерло. Конечно. Но не все еще. Сегодня, вчера я еще придумал новое лекарство себе. Березовка, которая с весны еще, закисшая немножко. И я в нее святой воды там капаю сколько-то. И не теплой, а холодной. И у меня сразу просветляло, и не больно ничего. Я подумал. Холод, да. Холод помогает. Да? Холод помогает воспаление с глаза снять. А я все время горячим. Теперь горячим не буду. Чуть-чуть тепленькой. Чуть тепленькой, да. А оптимально это комнатная температура. Ну все, можно вставать? Да, можно вставать. Так. И вот так надо восемь раз в день. Ну восемь это надо. Сюда одну каплю, сюда две. Да. Так. Ну и все. Да. Так, рассказывай, какая? Что это она нарепила-то тут? Вот она. Все. А эта вторая еще? А вторая, это 20 рублей стоит, это то, которое вы мне лекарство продиктовали, женщина вам советовала. Да, да, да. А он 20 рублей стоит, но это на всякий случай. Его нельзя трогать пока это лекарство, не смешивать, не подкатилетом. Нет, ничего пока нет. Ну, в принципе, комплексное лечение, то есть лечат этим, этим и там еще закладывают. Нет, нет, это я уже знаю. Да. Ну, я был в Америке, мед привозили одному, у него нормально, и завалил глаз. И кто-то поставил другое. А в оба глаза накапали. И полностью, 100% ослепление. Все, навсегда ослепленный. Повернись вот туда, чтобы я видел всегда. Давай. У меня вот она бухшая с этой стороны, которая вот у глазного. Да не трогайте. Да я не трогаю, показываю. Ну, я вижу, как и буквально. Ну, да. Ага, вот так вот еще. Дольше всех писатель жил Бернард Шоу, кажется, 93 года. Он как-то идет, а старый товарищ встретился. И он говорит, ты скажи, я для тебя такой же кажусь безобразный, как ты мне. Она же идет, а там навстречу идет буржуй пузом вперед. Дороги, я дуракам места не уступаю. Он отошел в сторону, говорит, а я им всегда уступаю. Ножницы где у вас? Ножницы сзади у него. Сейчас мы настрижем вам. Вот, 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 первое пакет. Так. Все, сейчас мы настрижем. Вы садитесь. Ну, все? Да, пока все. Так, значит, это убрать, а это оставить. Это убрать, да. Это оставить. А, распишите себе, ну, раз в час можно капать. Через час? Да. Или через два? Ну, вот как, какой у вас день-то световой? Ну, там я встану и сразу покапаю. Да, сколько световой день у вас? Ну, полтора хотя бы. Ну, полтора часа, да. Мы стоим через 40. Ну, полтора часа, да. Чтобы прям через равные промежутки. Отлично. Ну. Восемь раз. Восемь раз? Да. Ух ты, да я буду помещать. Помещать обязательно, да. Как молитву. Вот, я бывает помещаю, молюсь сколько раз. Если семи нету, тут хоть ночью. Все правильно. Ну, все на это, молоденький. Я доволен, благодарю Богу. Ооооо.